здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала с вами юлия и посмотрите какая красота у меня получилось из переработанных остатков которые я недавно делала и показывала вам как собрать такое вот полотно я решила думаю я обязательно сделаю из этого вот такую вот папочку органайзер который закрывается на клапан так вот мы клапан открываем он у нас идет на магнитных кнопочках затем открываем а внутри вуаля вот такая вот красотулечка получилось то есть здесь мне карман сеточкой а здесь у меня закрытый карман из ткани то есть сюда можно положить какие-то документы если например вы в дорогу едете то билеты можно положить денежку можно положить то есть все то что необходимо вам в дороге все это можно положить с собой и не только потому что я предусмотрела здесь кармашек для ручки которую можно вставить и взять с собой то есть если на бывает такое что надо что-то записать или значит где-то расписаться и вас ручка будет всегда с собой закрывается на магнитные кнопочки довольно таки надежно закрывается потому что специально 2 поставила они довольно таки крепкие и как видите ручка не мешает потому что она вложена как раз переплет ну что ж если вы тоже хотите шить себе такую вот папочку то давайте смотреть видео и так что мне потребуется для работы я выкраиваю три заготовки подкладочная ткань значит вискозная салфетка и основная лицевая часть лоскутная у меня идут размером 40 сантиметров на 25 сантиметров все три детали у меня выкроены в одном размере далее внутренний карман значит выкроен у меня 34 сантиметра на 25 сантиметров затем я беру сеточку и выкраиваю ее 18 сантиметров на 25 сантиметров также мне потребуется бейка но выкраиваю я ее не по косой а по прямой а значит ширина бейки значит 5 сантиметров и мне потребуется вот такая вот репсовая лента а значит ширина ли ленты один сантиметр и молния молния я решила взять тоненькую потайную а значит она у меня с двумя бегунками уже и размер молнии 50 сантиметров то есть я ее поделю пополам и она у меня как раз значит будет для вот этих вот кармашков которые я планирую сделать на вот этой вот обложке также конечно же клеевая паутинка для того чтобы склеить все свои между собой скорее всего скорее всего что закрывается значит у меня это будет на магнитную кнопочку и впоследствии я вам покажу то есть я сделаю клапан отдельно и покажу как монтировать значит магнитную кнопку для начала мне надо простегать внутреннюю деталь значит с уплотнителем для этого я прокладываю вискозную салфетку на вискозную салфетку прокладываю клеевой паутинкой затем положу значит на нее внутреннюю деталь и проглажу утюгом чтобы у меня эти слои между собой склеились затем я буду эту деталь расстегивать вместе с вискозной салфеткой чтобы придать уплотнение ну что ж деталь я простегала получился ровный квадратик у меня и теперь мне требуется сделать карман один карман у меня будет из ткани другой сеточки поэтому значит вот эту деталь которая у меня выкроена размером 34 на 25 сантиметров я складываю пополам а между собой между слоями проклеиваю клеевой паутинкой итак деталечку я про утюжила она у меня получилось довольно таки такая плотная хорошая и затем что я делаю я сверху на эту деталь накладываю молнию не снизу а сверху на лицевую деталь и кстати сгибом деталь должна быть сгибом кверху край должен быть обработанным то есть я вот так вот сверху накладываю затем беру репсовую ленту и сверху на молнию накладываю репсовую ленту и получается что я пришлю сейчас тройным зигзагом вот эту вот молнию, значит кармашку через репсовую ленту. И то же самое я делаю с вот этой вот сеточкой. Тоже так же накладываю сверху на молнию, затем накладываю сверху репсовую ленту и точно так же тройным зигзагом прошиваю. Пока прошиваю один край, а затем уже эти карманы я буду пришивать на, значит, внутреннюю деталь моей вот этой вот обложки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот я выложила кармашки друг напротив друга. И, значит, здесь вот у меня проходит сгиб, то есть здесь у меня проходит середина моей обложки. И что я подумала? А если я под вот эту молнию вот так вот спрячу еще один кармашек и сюда буду вставлять ручку. То есть как раз у меня папочка закрылась. И сюда прекрасно входит ручка, то есть она будет плотно стоять. Она у меня не выпадет, потому что как бы расстояние здесь зашьется довольно-таки как бы плотно. Но в то же время ручка или карандаш, они здесь хорошо поместятся. И поэтому я взяла и вырезала вот такую вот деталечку. Значит, в развернутом виде она у меня получается 22 сантиметра шириной 4 сантиметра. И я ее сейчас точно так же, как вот карман этот, проутюжу, значит, с помощью клеевой паутинки. Затем выставлю вот здесь на середину. После этого я сверху вот так вот накладываю карман. Здесь второй накладываю карман. И также тройным зигзагом через репсовую ленту пришиваю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для клапана я вырезала три детали. Значит, из основной ткани вот этой вот лицевой стежки, затем подкаточная ткань и вискозная салфетка. Размер клапана у меня получается 14 сантиметров на 10 сантиметров на 10 сантиметров. Здесь, значит, у меня идет 11 сантиметров на 9 сантиметров. И на вот эту подкладочную ткань я кладу клеевую паутинку, вискозную салфетку и приклеиваю, значит, салфетку к детали для того, чтобы потом поставить клеевую, эту магнитную кнопку. После разметки я делаю надрезы для того, чтобы завести язычки у кнопки. О. С�ings. О. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скрепляю детали между собой, то есть внутреннюю и лицевую часть и прокладываю строчку вот здесь, вместо пришивания молнии. Для чего я это делаю? Я соединяю два слоя ткани между собой, чтобы они у меня не расслаивались. А теперь мне надо пришить клапан. То есть у меня вот здесь карман для ручки. И получается, что у меня вот так вот будет складываться, значит, моя вот эта вот папочка. И клапан мне потребуется пришить тогда на правую сторону, а застегиваться она будет на левую сторону. Для этого я переворачиваю. И вот таким вот образом, значит, отметив серединку, то есть выровняв вот здесь вот, я пришиваю клапан. Так, а теперь, значит, после того, как я пришила клапан, значит, мне надо поставить магнитные кнопки с другой стороны, значит, на лицевую часть обложки. У меня вот здесь, вот давайте, скажем так, переплет. Переплет шириной 2 сантиметра. Я сейчас, значит, складываю вот так вот обложку, выравниваю края. И мне надо на вот эти 2 сантиметра сделать, значит, чтобы клапан отходил. Для чего это сделано? Для того, что если вдруг вы захотите положить что-то в обложку более объемное, значит, чтобы у вас был зазор, чтобы вот у вас приподнялся, значит, да, вот так вот приподнялось здесь. А кнопки не расстегивались. Поэтому и обязательно надо учитывать, что ширина здесь и ширина здесь у вас должны быть одинаковыми. И вот, значит, я, сделав зазор вот эти 2 сантиметра, сейчас отмечаю кнопочки. Во-первых, сначала надо проверить, чтобы у меня здесь все было одинаковый отступ клапана с той, с другой стороны. И вот сейчас я делаю отметку для кнопки. Не бойтесь рисовать, потому что эта отметочка у вас перекроется кнопочкой. Итак, значит, видите, что у меня здесь не пришито, а здесь вот, значит, продублировано все. То есть я сейчас беру вот эту заготовку, которую я вставляю с обратной стороны, давайте, скажем так, шайбочку, и, значит, прикладываю вот этой вот отметкой на ту точку, которую сейчас прочертила. И рядом делаю отметки для прорези. И то же самое делаю со второй стороны. То есть вот через эти отметочки я сейчас прорежу и вставлю кнопочку. Обязательно следите, чтобы у вас вот эта вот часть не попала внутренняя. Прорезала, прорезала. И здесь точно так же. Вот так. Далее, место, которое вот я вот здесь надрезала, я обязательно смажу вот этим вот клеем момент-кристалл. Он прозрачный, влагостойкий, и он при высыхании становится невидимым. А для чего я это делаю? А для того, что все-таки я вот здесь вот надрезала, тут и стежка у меня, и, значит, обрезочки. И вот, чтобы они у меня были аккуратными, я лучше нанесу клей. Так, сейчас вставим сюда. И у меня ничего не распустится. Все будет тогда аккуратненько. Ой, потеряла вторую часть. Так. Теперь накладываем вот эту часть и отжимаем ее. Усики отжимаем в другую сторону. Точно так же делаем со второй кнопочкой то же самое. Усики отжимаем. А в другую сторону. Все расправляем. И пробуем закрыть. Так. И вот так. Все. У нас кнопочки совпали. Кнопочки по размеру ничего нигде не перекосило. Все ровненько. Ну, все. И сейчас что мне остается? А мне сейчас остается только лишь подшить, значит, бейку, вот эту вот мою, и обработать край. Ну, что ж, наступает время обработки края моей обложки. Для этого я беру, значит, бейку, которая у меня скроена по прямой. Один край у меня идет кромочный. То есть, вот он вот такой аккуратный. Поэтому ничего подгибать вот так вот я не буду. Я просто выкладываю, значит, бейку. Отступаю 7 миллиметров. И начинаю пришивать по уголкам. Здесь уголки я закруглять не буду. Как аккуратно зашить такие уголки, у меня снято отдельное видео. Я вам оставлю ссылочку в описании. Вы посмотрите, там все подробно показано, объяснено. И сможете сделать точно так же. Ну, все. То есть, я сейчас отстрачиваю это все, а затем я бейку заверну на другой край и подошью ее вручную. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 причем вот такой вот аккуратненький ровненький 45 градусов вот одна красота посмотреть и что мы делаем подгибаем беечку в самый край значит пришивание затем загибаем ее уже на лицевую сторону и закалываем то же самое делаем с этой стороны угла сам уголок тоже хорошенечко подгибаем и здесь загнули зафиксировали а теперь закладываем сам уголок вот таким вот образом заправляем вот сюда вот одну сторону и уголок практически сам вот так вот аккуратненько выкладывается все его тоже зафиксировали далее здесь вот немножечко на уголочек подрезаем внутреннюю часть беечки чтобы она у нас не выглядывала загибаем отворачиваем подшивать беечку это несложно с ней надо просто подружиться тут самое главное не надо спешить то есть все делать надо потихонечку равномерно и у вас все получится начинаю подшивать беечку от середины там где у меня стыковка и метода дали интересный такой вопрос а почему вы подшиваете бейку справа налево они в обратную сторону вы же правша слушайте не знаю вот я никогда не задумывалась над этим как подшивать бейку мне вот удобно в этом направлении я и шью и вот у меня даже мысли никогда такое не возникало я кстати попробовала значит на когда делала чехол подшить как бы в другую сторону в обратную не очень неудобно не моду меня игла не идет нитка путается и так далее а вот справа налево не знаю мне так удобно шить не знаю как вам напишите как вам удобно подшивать бейку тоже будет интересно почитать хочу показать вам как я подшиваю вот этот уголок значит на бейки потому что как бы я видела несколько видео где просто вот прошивают уголок и все то есть не фиксируя сам вот этот вот сгиб я думаю что он со временем может как бы начать играть потому что здесь то вот на лицевой стороне да мы же зафиксировали как бы уголок строчкой а вот этот вот уголок получается вот таким вот свободным то есть здесь вот такая щель образуется она не зашивается я не знаю почему некоторые не зашивают я в принципе всегда фиксируете уголки и я хочу показать вам как я это делаю сейчас я приближу камеру вот и что я делаю то есть я бейку дошиваю до самого края потайным швом вот я зашила вот так и теперь я иголочку вывожу обратно на место где у меня бейка выйдет немножко неудобно на камеру так и вот теперь смотрите то есть я закладываю уголок 45 градусов вот таким вот образом чтобы у меня совпал этот уголок с краем бейки ниточку я вывела теперь я цепляю иголочку за этот уголок и уголок точно также по тайным шовчиком подшиваю плохо видно через камеру ничего я справлюсь так я дохожу до мысика вот я на мысик вышла теперь я делаю закрепочку маленькую вот так вот закрепила и иголу иголочку иголочку вывожу обратно в уголок вот сюда ой запутала ниточку запутала не страшно сейчас поправим ну запуталась а так вывела и все и начинаю дальше подшивать бейку также по тайным шовчиком но в это время у меня уголок вот так вот аккуратненько подшит вот так он с изнаночной с лицевой той стороны смотрится вот так вот он смотрится с внутренней стороны надеюсь показала как бы нормально вот тут нитка запуталась и все углы я вот так вот прошиваю то есть получается я думаю что хорошо и гарантированно то что он никуда у вас не разлохматиться не разойдется а будет как бы долгие годы вам служить ну что ж бечку я подшила значит здесь вот я точно так же у клапана подшила бечку пришивая его значит бечку эту клапану а теперь я вот так вот отвар на натягиваю клапан чтобы он у меня распрямился затем подгибаю сюда значит край обработанный бейкой и точно так же сейчас по тайным шовчиком эту бечку пришью краю клапана вот так вот он у меня будет смотреть с лицевой стороны вот так вот будет смотреть с внутренней стороны для начала закрепляю узелок так расправляю здесь все складочки чтобы ничего там не было никаких заломов и затем начинают также тихонечко аккуратненько это все дело подшивать так как клапан у нас будет самая подвижная часть то я сейчас еще дополнительно пройдусь в обратную сторону и закреплю вот здесь вот я поставила закрепочку и здесь еще поставлю дополнительную закрепочку в обратную сторону и Ну что ж, работу свою я завершила. В результате я получила вот такую вот папку органайзер. Она довольно-таки плотная за счет того, что у нее стоит два слоя уплотнителя внутри. Плюс тому, что она стеганая и проклеенная. Как бы довольно-таки такая качественная получилась. Интересно, как, конечно, смотрится вот такой вот мраморный рисунок. Плюс тому, что вот эти вот золотые нити проблескивают тоже. Придают такую пикантность этой папочке. Закрывается она на две кнопочки на магнитные. Они довольно-таки крепкие, хорошо держат как бы все, что находится внутри папки. И что можно вовнутрь положить? Либо телефон. Если вы в дороге, билеты сюда положите. Значит, посадочные талоны и так далее. Открывается легко, достается легко. Есть ручка для записи. В этот кармашек можно спрятать либо документы, либо какой-то блокнот для записи. То есть, в принципе, функционал у этой папки довольно-таки широкий. Либо, например, вы идете с ребенком в поликлинику, вы сюда можете карточку, анализы и так далее положить, что довольно-таки удобно. Я вообще считаю, что такая папочка, она должна, наверное, быть в каждой сумке у каждой женщины. Потому что мы обязательно найдем, что туда засунуть. Если вам понравился мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я думаю, что и дальше буду радовать вас какими-нибудь вот такими интересными штучками. А на сегодня я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok